День защиты детей Вместе с веселыми гномами ребята вспомнили, что такое радуга и какие цвета в ней есть. Желтое солнце на землю глядит, желтый подсолну за солнцем следит, желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Праздничная программа одним концертом не ограничилась. В холле Дома культуры развернулись различные тематические площадки. На одной была организована интересная фотозона с персонажами из сказок, на другой ребятам предлагалось выполнить задание на эрудицию, а на третий любой ребенок мог почувствовать себя художником. Я нарисовала день и ночь между радугой. Я сначала хотела просто нарисовать радугу и поле, просто нарисовать, а потом разыгралась фантазия и решила нарисовать тут ночь, тут день. Многих детей привлек аквагрим. Талантливые художники школы искусств рисовали на лицах ребят причудливые узоры и мордочки животных. Кошечка. А почему ты выбрала кошечку? А потому что кошка – это мое самое любимое животное. Просто интересно стало, как нарисуют, как будет выглядеть на лице. Тебе понравилось? Да. А почему именно такой рисунок ты выбрала? Легкие, несложно, смыть будет легко. Мне сделали макияж, и мы с папой купили игрушку и сладкую вату. Праздник детства, смеха, улыбок и хорошего настроения. Здесь интересно не только маленьким ребятам, но и уже повзрослевшим, но все же детям. Я хоть и выросла, я люблю этот праздник. Ну, как ребенок и есть ребенок. Когда приходишь, веселишься, на концерте повеселилась, также получаешь море эмоций от того, что для тебя тут устраивают всякие там праздники. Рисуешь, отвечаешь на вопрос, участвуешь в конкурсах. Пусть на лицах наших детей всегда сияет улыбка, они будут здоровы и счастливы. Ведь и правду говорят, дети – это цветы жизни, которые ее украшают. И наша задача – оберегать эту жизнь и делать ее добрее.